Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Доходы и производительность труда. Чтобы люди понимали, что завтра они придут на работу, у них будет работа. Александр Студни встретился с коллективом Бобруського мясокомбината. Мы получаем ответы на свои вопросы. Про что говорили. Без конкурсов и тендеров Совмин упросил торговые процедуры для машиностроительного завода. У него, видимо, тоже была истерика. Она начала биться двери и пищать. Первое впечатление обманчивого женщина, которая нашла в уборной летучую мышь, поделилась подробностями инцидента. Когда зверьки охотятся с насекомыми, они могут залететь за ними в форточку или вентиляцию. Как следует обходиться со зверьками, советы экспертов. А также ритуальная афера, санстанция приглашает и курьезы погоды. Синоптики вновь обещают переменную облачность и осадки, когда будет ясно. В стране выздоровели выписаны 53 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Эти данные приводит Минздрав. Зарегистрированы 64 411 человек с положительным тестом. Проведено без малого миллион сто тысяч исследований. В Беларуси около 500 беременных и рожениц с COVID-19. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерями детям Минздрава. По ее словам, с начала вспышки не было тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. Организм человека способен побороть коронавирус еще до выработки антител. К такому выводу пришли шведские ученые. Исследования крови 200 человек зафиксировали у переболевших в легкой и тяжелой формах Т-клеточный иммунитет. Такая же реакция была отмечена и у 30% условно здоровых доноров. При этом организм некоторых испытуемых устранял инфекцию раньше, чем вырабатывались антитела. Минздрав, между тем, уточнил перечень стран с тяжелой эпидситуацией. Из списка исключены еще 12 государств. В том числе Алжир, Кипр, Куба, Таиланд и Тунис. В ведомстве отметили, теперь прибывшие из этих стран не обязаны уходить на двухнедельную самоизоляцию. На Бобруйском мясокомбинате надо увеличить производительность труда. От этого показателя зависят доходы. Об этом заявил Александр Студнев на встрече с коллективом предприятия. Председатель горосполкома отметил, отмена временных ограничений на поставки говядины в Россию позволит увеличить прибыль. Руководству следует не упустить шанс. Напомним, накануне Россельхознадзор вновь разрешил Бобруйскому комбинату ввозить и продавать продукцию. При этом на каждую партию необходимо оформить электронный ветеринарный сертификат. Мясо будет проходить усиленный лабораторный контроль. Говоря сегодня именно в этом трудовом коллективе, я хочу только одно вам всем сказать. Будьте всегда уверены, держите именно свой коллектив под руководством Дарития Михайловича в нормальном трудовом режиме, чтобы люди понимали, что завтра они придут на работу, у них будет работа, завтра они получат свою достойную заработную плату, которую заработали. Председатель горосполкома также заявил, что эпидситуация в городе, контролируемая. Пик заболеваемости коронавирусом пройден. Власти продолжают поддерживать врачей и улучшать условия для оказания медпомощи населению. В середине, где-то, может быть, ближе к концу, наверное, июля месяца мы откроем после реконструкции детскую нашу больницу, долгожданную больницу, которая необходима в первую очередь для наших детишек. Александр Студнев напомнил про распоряжение президента, благодаря которому в седьмом микрорайоне построят детский сад и школу с бассейном. На встрече затронули и тему фейков. Председатель горосполкома призвал присутствующих получать информацию из проверенных источников, не поддаваться на провокации. Для трудового коллектива необходимы данные встречи с председателем горосполкома, чтобы можно было задать свои актуальные, важные вопросы и также обсудить план развития города и данные нашего предприятия. Конечно, такие встречи, они всегда востребованы, они всегда нужны. Почему? Потому что на них мы получаем ответы на свои вопросы. Без конкурсов и тендеров. Совмин разрешил приобретать продукцию Бобруського машиностроительного завода без процедуры закупки. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Постановление расширило список предприятий, которые могут торговать в упрощенном порядке, без конкурсов, электронных аукционов и других конкурентных процедур. При этом в роли покупателя должны выступать лишь организации с долей государства более 25%. Испугалась и захлопнула дверь. Бобручанка, которую она шла в уборной летучую мышь, поделилась подробностями инцидента. Анастасия Пахлёстова узнала, что делать с озериками и почему зимой их нельзя выгонять. Мышь, у нее, видимо, тоже была истерика. Она начала биться двери и пищать. Тот июльский вечер хозяйка квартиры на социалистической запомнит надолго. Вернувшись с работы, женщина услышала странный шорох под навесным потолком в уборной. Сперва не придала этому значения. Ближе уже к ночи, собираюсь ложиться спать. И вдруг я обратила внимание на свою кошку. Ее, видимо, привлекли какие-то непонятные тоже звуки в туалете. Когда я заглянула в туалет, то я увидела на полу лежащую летучую мышь. Естественно, от испуга я сразу закрыла дверь, выключила свет. После паники Людмила Дюкова взяла себя в руки и позвонила знакомым. Те посоветовали обратиться в МЧС. Так и сделала. К моменту приезда подмоги мышь была уже обессилена. Лежала на полу, расправив крылья. Спасатели накрыли зверька влажной тряпкой и аккуратно вынесли во двор. От нас недалеко находится Вавруйская крепость развалины. И они, видимо, там ютятся и плодятся. У летучих мышей не цели проникнуть в квартиру. Чаще всего это происходит случайно. Когда зверьки охотятся с насекомыми, они могут залететь за ними в форточку или вентиляцию. Эти маленькие бэтмены, которые обитают в наших широтах, уверяют врачи, не опасны. Будьте осторожны, вампиры на подходе. Такие заголовки все чаще встречаются в российских региональных СМИ. В Челябинской области завидной регулярностью замечают этих млекопитающих в жилых районах. Нашествие крылатых наблюдают на Урале, в Новосибирске, Кастанае, Питере и Самаре. Один из пользователей Твиттера опубликовал фото зверька ростом с человека. Это животное обнаружили на Филиппинах. Пользователи считают, что на фото так называемая летучая лисица с золотой короной. Этот вид относится к самым крупным в мире. Размах крыльев может достигать почти двух метров. Если существо попало в дом, эксперты советуют распахнуть окно и подождать, пока оно покинет жилище. Необходимо дать возможность незваной гости самостоятельно покинуть ваш дом, открыв окна или дверь. Если в помещении имеются домашние животные, которые могут попытаться поймать летучую мышь, необходимо их вывезти. Ни в коем случае нельзя пытаться поймать в воздухе летучую мышь, потому что этим только мы навредим зверяку. Можно накрыть зверяка коробкой, просунуть картонку, вынести на улицу и отпустить на волю. Зимой этих млекопитающих лучше передавать специалистам или приютить до весны. В противном случае они погибнут от холода. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Циничная афера. Продавец ритуального магазина заключала договоры на захоронение, а деньги за услуги забирала себе. Девушка присвоила почти 3,5 тысячи рублей. Часть недостачи выявили во время проверки дебиторской задолженности. Позже оперативники выяснили, потерпевшие платили за организацию похорон. Фигурантка экономила на затратах, в отчетах указывала завышенные суммы, разницу клала в карман. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что подозреваемая частично возместила ущерб. В УВД добавили, вскоре за похожее хищение будут судить еще одну продавщицу. Та присвоила почти 6,5 тысяч рублей. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск, 360. Готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон гречей линии на ваших экранах. Черный список Минлесхоза, день рождения детской железной дороги и семейный капитал. Пособием досрочно воспользовались более 16 тысяч семей, на что можно потратить деньги. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Во Дворце независимости собрались более 250 человек. Обсудили работу и дальнейшее развитие медийного пространства. Президент выразил убеждение, что наличие государственных СМИ – важный фактор для рынка масс-медиа. Их число сокращаться не будет. Семейным капиталом воспользовались досрочно более 16 тысяч семей. Из них 94% планируют улучшить жилищные условия. Также деньги можно потратить на платные медуслуги и высшее образование. Всего пособие получат более 85,5 тысяч многодетных семей. Программа выплат продлена на 4 года. В черный список Минлесхоза попали 75 организаций. 17 – с регистрацией в Могилевской области. Основная причина – нарушение требований нормативных правовых актов, регулирующих ведение лесного хозяйства. У одного из индивидуальных предпринимателей Бобруйска отсутствовала оплата за лесосечный фонд. Также в списке оказались Устьянский леском, Зеленый бор Сычковского сельсовета и Фондок. Сведения о доверенности перестанут быть тайными. С 3 января данные будут в открытом доступе на сайте Белорусской нотариальной палаты. Документы содержат информацию про граждан или юрлиц, данные про нотариуса, дату и порядковый номер в реестре. Детская железная дорога открыла 65-й сезон. На ней работают около 200 юных сотрудников. Маршрут не изменен – около 4 километров. Новшество этого года – билеты на Столичный экспресс теперь можно купить не только в кассе, но и через интернет. Пассажиров будут принимать до середины сентября. Добро пожаловать! Городской зональный центр гигиены и эпидемиологии проведет день открытых дверей. Главврач учреждения расскажет гостям про специфику работы с санстанцией. В связи с эпидситуацией отметили в администрации, экскурсии по лабораториям не будет. Основной упор на будущих врачей абитуриентам объяснят, как оформить документы для целевой подготовки. В 2020-м государственный медуниверситет выделил для Могилевской области сразу 10 мест. Предлагают получить образование врача-гигиениста, эпидемиолога, бактериолога и врача-лаборанта. Каждый год на работу в Бобруйскую санстанцию берут около пяти выпускников. День открытых дверей состоится завтра в зональном центре гигиены и эпидемиологии действует масочный режим. По улице заморосило. Сегодня в Бобруйске было облачно с небольшими осадками, ветер преимущественно западный. Днем столбики термометров застыли на отметке в плюс 21. Надолго ли тренд? Расскажем прямо сейчас. Дождливая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщили синоптики. К тому же в стране установился нехарактерный для начала июля температурный режим на 2-5 градусов ниже климатической нормы. Сильнее всего прохлада ощущается ранним утром. Минувшей ночью столбик термометра поднялся лишь до 7-13 градусов тепла. Непогода разгулялась в Подмосковье. В округе Руза из-за сильных дождей на реке Городенко прорвало дамбу. Два частных дома смыло водой. Еще 30 затоплены. Эвакуировано 52 человека. Среди них 7 детей. Пострадали 4 дороги, 2 из которых полностью размыло. В Луганской области Украины разыгрался лесной пожар. Стихия бушевала на протяжении нескольких дней с 6 числа. Ветер перекинул пламя на два близлежащих поселка. Повреждены 59 домов. Огонь унес жизни 6 человек. Еще 27 пострадали. Завтра по Бруйске будет переменная облачность. Во второй половине дня возможны осадки, в том числе грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Временами с порывами до 14. Температура воздуха днем будет держаться на отметке в плюс 22. Ночью опустится до 13 градусов тепла. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас в людях. Инна Афанасьева про звездную болезнь, гонорары и любовь всей своей жизни. Не пропустите. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова